Доброе утро, Лежбока! Просыпайся! Нет уж, извини, но я, пожалуй, от своей уютной пещерки полежу. Ммм, вообще-то, Илья, мы тут работаем с самого утра. Как не стыдно? Слушай, ну, я не знаю, вот я пойду сейчас отыщу пещерку поглубже, чем вот это вот из одеялка. Знаешь ли, спрячусь в ней и вот так пролежу до весны. Доброе утро, Губерни! В этой студии вас приветствует настоящий пещерный медведь Илья Русаков. И слишком бодрая Саша Байдачная. Вот неужели тебе не хочется вот самой осенью вот сделать уютную пещерку из одеялка? Соответственно, упутаться в нее и смотреть какие-нибудь уютные сериальчики? Очень заманчивый пледик, конечно, Илюш, но если уж отправляться в пещеры, то самые интересные. Друзья, мы сегодня поговорим о подземельях, посетим бункеры, что ли, самые таинственные и необычные места Самары. Ну и если в пещере из одеялка может уместиться один человек, ну максимум еще один котик, то вот, например, в пещере Шон Донг поместится целый город. Длина этой крупнейшей в мире пещеры составляет 5,5 километров. Есть даже подземная река, джунгли и даже свои облака из большого перепада температуры. Ищите ее, кстати, во Вьетнаме. Любителям мрачных подземелий понравится в Стамбуле, особенно в знаменитой цистерне Базилика, это древнее водохранилище. Одной из цены эпической саги «Одиссей» именно здесь снял Андрей Кончаловский. Как известно, «Одиссей» нашел выход из этого подземелья. А вот как выбраться, даже если вы, например, заблудились в пещере, узнаем у жителей губернии. Туда просто не ходить. Тяжелый вопрос, не знаю. Не знаю, взять с собой веревочку. Идти на свет. Нужно знать выход. Ой. Мне надо срыть карту. Значит, надо иметь какую-то карту. С помощью телефона, наверное, сотового. Надо стрелочки мелом рисовать. Нужно бросать что-нибудь за собой, чтобы обратно идти. Взять с собой сутящиеся грибы и расспрасывать и с собой за собой. Фонарик с собой брать нужно. Идти по выбранному пути, который забудет в пещере, и заходить туда. С пелеологом нашей области повезло. У нас действительно очень много крутых подземелий. Многие из них стали даже по-настоящему брендами. Но вот скажи, Саша, кто, например, не знает про тот же бункер Сталина или подземные холодильники, которые находятся на Красной Глинке, ну или те же Ширяевские и Сокские штольни? Давайте будем разбираться во всей этой подземной красоте. Все подземелия можно разделить на две большие группы. Естественные – это пещеры, гроты и искусственные штольни, шахты, бункеры, убежища. Одних только естественных пещер в Самарской области более 50. Не говоря уж об искусственных, их около 80. Ну, а где мы, собственно, были? Ну, понятно, да, скорее всего, в пещерах братьев Грэви. Ну, в Ширяевских и Сокских штольнях, вероятнее всего, тоже. Но мы сделали подборку самых интересных и любопытных пещер, куда точно стоит обязательно сходить, но с гидом. Первая в списке пещера Степана Разина между селами Малая Рязань и Брусяны. Набраться туда нелегко, нужно долго ехать на автобусе, а потом пробираться козьей тропой между колючими зарослями боярышника и крутым обрывом. А внутрь можно попасть только согнувшись. В стародавние времена разбойники во главе со Стенькой Разиным въезжали сюда на конях и, по легенде, внутри оставили огромные богатства. Я думаю, мы за ним как-нибудь обязательно отправимся. Но у нас в губернии есть еще и золотая пещера. На самом деле, вкрапления в стенах – это не золото, а кристаллы перита. Зато, если присмотреться к полу, можно обнаружить застывшие в глине следы каких-то зверей. Надеюсь, это были динозавры. Если вы смотрели фильм «Пираты 20 века», то Печерская пещера напомнит вам кадры известной киноленты и позволит ощутить себя матерым путешественником. Потому что вход в пещеру доступен только с воды. А сама пещера как бы нависает над сараторским водохранилищем. Внутри ряд камер, соединенных между собой лазами. Именно отсюда и возникло второе название ее – «Семикомнатка». А еще у нас множество гротов. Ну, смотри, например, грот Птичий, Печерский, Задельный, Молодецкий, Грот Миллениума, Большой Ширяевский грот и других. Хватило бы сил все это посмотреть. Хватит, если ежедневно делать зарядку вместе с нашей спортивной рубрикой «Простые движения». Доброе утро, дорогие зрители! С вами Кинополнос, и мы начинаем нашу зарядку. Первое упражнение у нас будет приседания. Опускаемся вниз, шаг в сторону, возвращаемся в исходное положение, подъем наверх, вниз, шаг в сторону, возвращаемся в исходное, наверх. Следующее упражнение у нас будет отжимания. Для этого мы взяли коврики, встаем, опускаемся на ладони вниз, шагаем на ладонях вперед, ладони шире плеч, выполняем отжимания, возвращаемся на ладонях в исходное положение. Вниз, отжимания, и наверх. Последний. Отлично. И третье упражнение – планка. Опускаемся на коврик. Встаем в боковую планку, ладонь под плечом. Руку можно вытянуть наверх, либо поставить на тазобедренный сустав. Далее встаем на две ладони, опускаемся вниз на локти, подъем наверх в исходное положение и поворот в другую сторону. Возвращаемся в исходное положение, уходим вниз на локти, подъем наверх, поворот. Отлично. В исходное. На локти. Подъем наверх, поворот. В исходное положение. Спасибо, что были с нами. Хорошего дня. Если вы думаете, что в пещерах можно только шарахться от летучих мышей, лазить по камням с фонариками и так далее, то вы сильно удивитесь, потому что, например, в Мексике работает целый пещерный ресторан. Представляете, вы там можете провести вечер в компании столокнитов, а обдувать вас будет океанский ветерок. А в Китае пещера Дон Джонг оборудована под начальную школу, а в Мьянмаре в пещере расположен буддийский храм. В Турции под землей можно даже жить. Подземный город Деринкую возник в первом тысячелетии до нашей эры. Около 20 тысяч человек проживало в этом многоярусном подземлении на протяжении столетий. Обнаружили город лишь в 1960-е годы и сегодня он открыт для экскурсии. Есть пещера, где никакие фонарики не потребуются. В пещере Гловорм в Новой Зеландии живут светлячки. Прямо-таки звездное небо. Красота. А вот пещера Канго – подземное чудо природы в ЮАР. Один из гротов носит название «Органный зал» из-за столотнитов, напоминающих трубы настоящего органа. И, кстати, музыка здесь звучит тоже соответствующая. Даже пещерные люди слышали про наш календарь губернии. Вот и нам пора с ним познакомиться. На календаре 15 октября. 15 октября 1882 года в Самаре на Николаевской улице, сегодняшней Чапаевской, была открыта школа для беднейших еврейских детей. Средства на содержание этого учебного заведения выделили инженеры Зелихман и Шефтель, купцы Чиковский, Вайнберг, Мавшович и Левинский. Ровно 105 лет назад, 15 октября 1913 года, были опубликованы данные Самарского адресного стола о количестве жителей города. На тот момент в губернской столице проживали 128 230 человек, в том числе по национальному составу. Русских около 106 тысяч, татар и других мусульман без малого 4 тысячи, евреев более 2,5 тысяч, поляков свыше 2 тысяч, немцев около 1800, армян немногим более 300 человек. Представителей других национальностей 115 и 61 иностранец. Кроме того, немало было детей и лиц без паспортов. 15 октября 1935 года было принято решение о строительстве в городе Куйбышеве, так тогда называлось Самара, нового ипподрома. Он должен был получить статус краевого, а предназначался для развития племенного коневодства. Для новостройки отвели участок земли за карбюраторным заводом, заводом имени Тарасова. Сегодня Международный день Белой Трости, Международный день сельских женщин и Всемирный день мытья рук. А в нашей стране сегодня еще и день создания адресно-справочной службы российского государства. В 15-й день октября были рождены советский писатель и журналист Илья Ильф, ирландский рок-музыкант, певец и композитор Крис Дебург, российская актриса кино и телевидения Анна Хелькевич и другие знаменитости. В народном календаре сегодня день Куприяна и Устиньи. Девушки в эту пору собирались на вечерки, но не играли и не веселились. Вместо этого занимались рукоделием, а за работой пели грустные песни. Таким было в истории 15 октября. Всего вам самого наилучшего. Не хотите идти в пещеру? Тогда пещера придет к вам. Для любителей виртуальной реальности существует трансформируемая виртуальная пещера. Система очень проста. Она состоит из двух видеостен. И, собственно, экрана пола. Посетителям выдаются 3D-очки, и ты вот такой по ней гуляешь и даже немножечко боишься. А я бы позагорала на пляже. Солнца не хватает. Ну, а я бы сейчас, раз уж мы про наши мечты, вернулся бы на Грушинский фестиваль. Песен тоже не хватает. Мне понравилась песня чужой стороны. Все дары рядом с нею казались бедны. Я две трети души за нее отдала. И из дальних краев свою песню взяла для тебя. Для тебя, словно птицу, я песню несла. Для тебя, для тебя, словно птицу, я песню несла. Словно птица, пригревшись у сердца в тепле, Моя песня взметнулась навстречу к тебе. И ты слушал по дням очарованный взор, Как из дальних полей и заснеженных гор над травой. Над землей моя песня сплетала узор над тобой. Надо мной моя песня плела свой узор. И на кромке узора, на самом краю, Всю любовь ты отдал мне за песню мою. Вся любовь — это дар непомерно большой. Как же мне ее встретить неполной душой, Чтоб тебе моя песня по нраву пришлась. Я две трети души отдала в ее власть. Мне с изъяном таким остается лишь петь, Ей любить, обделенной любовью на треть для тебя. Для тебя мы едины, и ныне, и впредь для тебя. Для тебя, мой любимый, и ныне, и впредь. Если вы любите посещать пещеры, то мы вас умоляем, не оставляйте после себя мусор, ни надписей на стенах, не забирайте с собой ничего из пещеры. Ну и, конечно, самое главное, не забывайте о технике безопасности. Мне интересно, зачем, кстати говоря, нужно в пещеру надевать каску. Ведь если какая-то глыба на тебя свалится, никакая каска уже не спасет. Саша, ну смотри, во-первых, туристов не пускают туда, где могут свалиться глыбы, это раз. Во-вторых, каска нужна для того, чтобы в потемках, понимаешь, головой случайно не удариться о какую-то каменную стену. Ну или для того, чтобы летучая мышь, по крайней мере, тебе на нее не села. Ну, весомые аргументы в пользу каски, а более весомые аргументы у Татьяны Пецны. Кто в день яблоко съедает, тот у доктора не бывает. Полезные свойства этого фрукта определяются уникальным составом. Около 80% приходится на воду. Остальные 20% – это клетчатка, углеводы и органические кислоты. Они напрямую зависят от цвета кожуры. В красных – больше сахаров. Желтые славятся пектинами, а зеленые насыщены аскорбиновой кислотой. Сорта Грэнни Смит, Грин Ливс и даже родная Антоновка считаются по-настоящему райскими. Они содержат дневную норму флавоноидов, которая играет значительную роль в метаболизме и попадают в организм только с растительной пищей. Именно поэтому некоторые диеты построены только на спелых ранетках. Яблоки – источник грубой клетчатки, которая в больших количествах может спровоцировать язвенные симптомы. Большая часть клетчатки сконцентрирована в кожуре. Но стоит обратить внимание и на семечки, так как они богаты йодом, острую нехватку которого чувствует каждый житель крупных городов. В день можно съедать не более пяти штук, иначе начнется интоксикация. Для ее нейтрализации организму потребуются дополнительные ресурсы печени. В этом мире существует много вещей, которые ежедневно пытаются уничтожить клетки в теле человека. Нейтрализовать этот негатив помогают антиоксиданты. Вещества убивают свободные радикалы. Но не химикаты. Прежде чем положить фрукты на прилавок, их часто обрабатывают пестицидами. Поэтому лучше всего выращивать яблоки самим в своем саду. Думайте сами, что из этого весомый аргумент. Только умоляю, не взвешивайтесь после завтрака. Еще раз доброе утро, друзья. У нас в гостях Петр Якубсон, спеллистолог. Доброе утро, Петр. Доброе утро, Петр. И расскажите нам для начала, чем спеллистологи отличаются от спелеологов, которых мы знаем, и тех же диггеров? Да, ну спелеологи – это слово достаточно известное, то есть это исследователи пещер, но естественных. А спелестологи с буквой «С», да, это они изучают искусственные подземелья, или созданные руками людей. Но их интересуют только те, которые уже оставлены человеком, исторические подземелья. Это могут быть рудники, каменоломни, исторические подвалы, церковные ходы. Вот такого рода. Ну, то есть, если, допустим, я сейчас возьму и в какой-нибудь горе вот так вот сооружу рукотворно пещерку, вам она будет неинтересна, потому что она не имеет никакой исторической ценности, правильно? Ну, если вы там будете жить, наверное, мы подождем, пока вы ее забросите. А, ну и тогда это уже будет история. Рассказывайте скорее, в каких пещерах вы побывали, какие пещеры исследовали. Мы знаем, что вы специалист по штольям крупной. Да, ну вот как раз это и есть спелестология, исследование штольней. Конечно, началось с Самары, с Самарского региона, то есть поиск новых пещер в Жигулевских горах, в окрестностях нашего города. Даже были некоторые находки интересные. То есть вы открывали пещеры? Да, да, вадилы. Расскажите. Расскажите об этом, это интересно. Как это происходит вообще? Ну, происходит это так банально, можно сказать, но этому предшествует, конечно, подготовка. Нельзя вот так просто приехать, пинуть камень, и вот пещера открылась. Да, нужно исследовать архивные материалы, понимать, где это находится, где может находиться. На улице уже в поле непосредственно смотреть на признаки некие. Это большая удача, если ты просто так взял и залез. Зачастую приходится делать глубокие шурфы до 10 метров глубиной, чтобы проникнуть в древнюю каменоломню. Но мне повезло, мы просто так залезли. Это было на границе с Ульяновской областью каменоломня, скорее всего, 18 века по добыче песчаника. Скорее всего, 18 века. Прекрасно. Мы вас поздравляем с этим. Да, этого никто не посещал. Да, нулевая. Видишь, сленг. Нулевая, свеженькая. Сокские штольни. Мы знаем, что это излюбленное место. Правильно? Да, ну, мое излюбленное место, действительно. Потому что там начиналась, так скажем, моя подземная карьера. Если можно так сказать, да? Подземная, это круто. Что там интересного для выводователей? Они интересны прежде всего тем, что там сохранилось большое количество исторических артефактов. Они дошли до нас, до исследователей, практически в первозданном виде. Но не я начинал их исследование. Это были спелеологи самарские. И в 95-м году туда первый раз попали люди. И им открылась такая картина, что как будто бы рабочие просто ушли на перекур. Там... Все осталось как есть. Да, да, да. Ищелось кушать. Вышли все. Вот. Но сейчас, к сожалению, из-за того, что там масса несанкционированных посещений, люди неподготовленные информационно, и они не видят в этом ценности. И мы теряем объект, можно сказать. То есть он теряет свой исторический облик. Грубо говоря, воришки что-то с собой потихонечку из пещеры выносят. Воришки, чермечики, вандалы, исписывают баллончиками. В общем, понимаете, то, что видно нам, вот исследователям видна разница, как это было в первозданном виде, и что мы сейчас имеем. Это грустно. А как попасть, наверное, как правильно подготовиться к экскурсии вот в такую пещеру? Ну да, вот мы, допустим, обыватели, которые ни разу не были ни в одной пещере, ну, так и есть, потому что я, мне кажется, максимум будто чуть-чуть заходил, и как бы раз, обратно. Какая должна быть подготовка, чтобы мы туда зашли и точно не испугались, не подались паники вот в каком-то замкнутом пространстве? Но не податься панике, это вы не узнаете, есть ли у вас страхи, подземные, пока вы там не очутитесь. Это никак не предугадаешь. Вот. А чтобы попасть просто под землю, есть два варианта. Либо вы серьезно этим начинаете заниматься, идете в клуб, где вас готовят, собственно, знакомитесь со специалистами и уже ездите в экспедиции. Или это другой путь, это экскурсии, где уже профессиональные проводники вас проинструктируют, что там можно, что нельзя, пройдут безопасным маршрутом. Вот. Вообще, у нас в Самаре есть лишь несколько подземелий, где, так скажем, есть гарантия безопасности. Такая стопроцентная. Какие это? Это бункер Сталин. Понятно. И бункер на территории санатория Волги. Его называют сейчас бункер Жукова. Вот. До недавнего времени еще экскурсии принимал хладокомбинат номер 2. В прошлом так назывался. Вот. Сейчас там экскурсии прекращены. Почему? Вот. Ну, предприятие решило развиваться в другом направлении. А так, любая подземная экскурсия, она ей предваряет подготовка, чтобы люди хотя бы маломальски понимали... Какую-то технику безопасности. Какую-то технику безопасности. чтобы отдавали себе отчет, что там можно делать, а что нельзя категорически. Вот, например, те же самые Сокские и Штольни, там вообще противопоказано зажигать открытое пламя. То есть там зажигалку. Свечи, факела, окурки, даже окурки. Это там табу. Потому что может произойти... Там огромное количество бревенчатого критежа, которое осталось, да, и любое возгорание, это задымление и трагедия. В своей особенности. Какие пещеры, что ли, остались неоткрытыми, которым вы исследуете? Да, это очень интересный вопрос, потому что на сегодняшний день у нас известно 50, чуть более 50 искусственных подземель на территории Самарского края, а в каталоге легенд, историй и непроверенных привязок больше 100. Вот это да? Да. То есть еще и искать, искать, исследовать и исследовать. Конечно. Есть какие-то, да, направления, которые вы мечтаете? Не только область у нас интересная, сам город большой интерес представляет. Да, давайте об этом поговорим. Ведь со времен, вот даже с дореволюционных времен у нас столько подземелья под городом осталось. Мы знаем знаменитую канализацию Лен-Лея. Да, да. Молодцы. Вы как раз приехали. Мы в раме сегодня подготовились. Есть какие-то читалы продовольственные склады? Он создал подобные дренажные сооружения в 30 европейских городах. То есть у нас, можно сказать, европейского уровня канализация. Красивейшая. Как это в корне меняет мироощущения. Вот. И, конечно, вот эти знаменитые военные убежища. Ведь кроме бункера Сталина у нас есть еще объект номер 2 бункер Калинина, объект номер 3 не найденный до сих пор, который еще больше, чем бункер Калинина. А длина бункера Калинина около километра. Да, да, понимаете, какие масштабы. Ну. Сейчас у нас появились кадры. А, да. Что на нем мы видим? Мы, так скажем, резко меняем направление. Это исследование на Кавказе. Пещера непокорная Эльза. О, как красиво. Непокорная Эльза. Да, очень поэтическое название. Петр, это же очень опасно. Что вы делаете на этих кадрах? Ничего, мы просто заходим под землю. Ничего страшного. самая глубокая пещера, найденная и пройденная самарскими спелеологами вот прямо с нуля. А какая глубина у нее была? Вот последние данные вам раскрываю. 460 метров. Вау. Километров под землей. А что там вот... И она все еще не кончается. Это не конец? Это не конец. То есть вы не достигли дна? Да, пещера настолько большая, что ее невозможно исследовать за одну экспедицию. У вас просто кончается снаряжение. И вы уезжаете домой с предвкушением следующего года. А есть там какая-то история с давлением, с перепадами? Вот наоборот. Вы что? Под землей человек чувствует себя очень хорошо и комфортно. И мало того, это очень полезно. Серьезно? Да. Воздух насыщен углекислым газом. Это активизирует мозговую деятельность. Он практически стерилен, лишен всяких там бактерий, грибочков. То есть есть даже термин такой спелеотерапия. Когда вы открыли, посетили очередную, как вы говорите, нулевую пещеру, в которой еще никто не был, вот что вы чувствуете в этот момент? Да, это вот как раз ответ на тот вопрос, зачем мы туда ходим. Потому что это вот чувство первооткрывателя, это очень такое завораживающее и хочется его повторить. Потому что это вот одно из немногих мест, где человек соприкасается с чем-то еще не познанным, соприкасается с тайной какой-то. Петер, к вашей команде можно как-то присоединиться, если кто-то вдруг заинтересовался? Может быть, вы обучите? Без проблем, просто пишите. Это достаточно. Без проблем пишите. Друзья, петра и купционы в социальных сетях и открывайте вместе с ним новые-новые пещеры, какие-то интересные подземелья. Это очень классно. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за интерес к этой теме. Успехов вам больших. Спасибо. И хорошего дня сегодня. Ну что ж, друзья, мы наш эфир продолжим после небольшой паузы. Доброе утро, губерния. В эфире вновь Саша Байдачна и я Русаков. И мы продолжаем бесстрашно вместе с вами исследовать самарские и губернские штольни, подземелья, пещеры. Если, друзья, у вас нет опыта посещения подобных мест, ни в коем случае не ходите туда без проводника. В штольнях царит абсолютная темнота. Если выключить фонарики, то вход, конечно, будет найти очень и очень тяжело. Был даже случай, когда одинокий турист провел в отдаленной части Сокских Штоллин две недели после того, как у него сел фонарик. Спасли его вода, продукт, который имели с собой и группа спелеологов, которая в итоге нашла беднягу, бедолагу. И это хорошо. Подземный холодильник, где в советские годы хранился стратегический запас продовольствия, расположен в штольнях Сокольних гор в поселке Красная Глинка. Можно пройти по местам засолки и хранения рыбы для заключенных, посмотреть старые бочки 40-х годов, прогуляться по галерее сводчатых залов. Раньше все эти огромные холодильные камеры были заполнены до потолка. Штольни в горе Верблюд облюбовали летучие мыши. Почти круглый год здесь сохраняется постоянная температура плюс 4-5 градусов. Это нравится мышам. Они прилетают сюда на зимовку. И здесь действует музей летучих мышей. Ну, а летом в этих штольнях спасаются от жары туристы. Одну из самых главных подземных достопримечательностей города, галерею старой красной канализации, видели немногие. А ведь она в отличном состоянии. Ей чуть больше 100 лет. Практически молодая девчонка. Появилась первая канализация благодаря Альфреду Филипповичу фон Вака. Она в 1918 году в Самаре была построена больше 35 километров канализационной сети. Некоторые участки этих коллекторов служат даже до сих пор. Внутри старой канализации кстати говоря очень жарко под 50 градусов ну и наверняка пахнет не очень хорошо. А в Самарском метро очень прохладно и приятно пахнет криозотом. Метрополитен в Самаре был открыт в 1987 году. Первые станции соединяли жилые районы с заводскими чтобы рабочим было удобнее добираться. Теперь метро как известно тянется к центру города. И в октябре 2011 года в Самарском метрополитене проходили съемки фильма катастрофы метро и многих горожан даже пустили в пещеры метрополитена. Так что на кадрах этого фильма мы можем увидеть наши самарские метрополитеновские пещеры. А что делать если ты вдруг заблудился даже в таком уютном подземелье как метро знают жители губернии? Туда просто не ходить Тяжелый вопрос не знаю Не знаю взять с собой веревочку Идти на свет Нужно знать выход Ой Мне надо срыть карту Значит надо иметь какую-то карту с помощью телефона наверное сотового Надо стрелочки милым рисовать Нужно бросать что-нибудь за собой чтобы обратно идти Взять с собой сутящиеся грибы и расспрасывать их с собой за собой Фонарик с собой брать нужно Идти по выбранному пути Который будет в пещере Не заходить туда Рукотворные подземелья это еще и бункеры И у нас таких кстати говоря в городе немало Петр наш гость о многих рассказал но мы сейчас на некоторых из них остановимся подробнее потому что ну как-то все мы в основном знаем только бункер Сталина а теперь внимание А ведь есть еще и бункер Жукова находящийся на территории санатория Волга он не так давно открылся для посетителей убежище построили в 40-е годы в годы войны оно было засекречено не хуже бункера Сталина вплоть до 1974 года уходит под землю бункер на глубину почти 28 метров сотрудники музея откачали воду вычистили все комнаты от грязи и гнили но место это все равно выглядит жутковато я тебе сейчас расскажу про настоящую жуть и называется он бункер Берии да действительно у нас есть и такой правда он сейчас затоплен но мне кажется он идеально подходит для того чтобы там снимать фильмы ужасов да да действительно страшновато еще один бункер Калинина это действующий и поныне объект основной вход расположен в неприметном одноэтажном здании за оперным театром по размерам он в несколько раз больше сталинского и говорят соединен с ним правда никто еще не обнаружил место соединения кстати по-моему тоже его можно посетить ну и конечно же пожалуй самый известный бункер Самары это бункер Сталина самый мистический ее музей в нем то вот мы с тобой побывали тысячи туристов побывали но знаешь где мы с тобой точно не были так это на спектакле не от мира всего Саша ничего мы не пропустили нам сейчас сейчас расскажут об этом спектакле Танкетсон Девай занимается так точно важно само собой уж важнее наших делов нет потому как через их руки большие миллионы свой оборот имеют при таком колесе без рассмотрения нельзя каждая малость рассудка требует это первые слова последней пьесы Островского уже опубликованная после смерти писателя она вызвала много вопросов у критиков некоторые считали ее недобработанной другие наоборот перенасыщенной против мира расчета обмана и несправедливости выступает всего одна девушка роль доброго но строгого цензора нравов Ксении Васильевны сыграла актриса Олеся Дубровина ей больше важна душа человека ей важна благополучная семейная жизнь она очень любит своего мужа и хочет чтобы их отношения были как сказать наполнены гармонией что ли других персонажей это не интересует то есть душа важна душа работа над этим спектаклем началась еще в январе театру студии Синяя птица предстояло не только познакомиться с текстом разделить его на эпизоды но еще и композиционно его переработать выделить яркие моменты с помощью актерской игры декорации или света кстати на репетициях он то и дело выключался случайность или мистика репетиции шли полным ходом и случались всякие мистические вещи например лампочки падали со втолка то есть это самая сложная вещь которая у нас была то есть она очень сопротивлялась как будто сам Островский был против это он в конце он нам очень помог то есть дух его был с нами действие разворачивается в замоскворечье в родной город из-за границы возвращается Ксения Васильевна которой никак не удается вписаться в суровые реалии новой жизни с изменяющим мужем завистливой сестрой и авторитарной матерью одна семья с совершенно полярными представлениями о любви когда мы воплотили эту пьесу на сцене когда и на сцене в зале зрители просто не смогли удержать слез когда они увидели что вот реально существуют такие неземные люди люди не от мира сего как собственно называется пьеса стало понятно для чего мы это ставим вот чтобы люди задумались о главном о семье о счастье о верности о справедливости о чести и так далее при всей серьезности темы спектакль получился веселым и даже задорным публика увидела его всего один раз но совсем скоро он войдет в постоянный репертуар театра Татьяна Пецина Сергей Александров программа Утро губернии Продолжаем наше увлекательное путешествие по подземельям Самары и у нас в гостях еще один исследователь но если правильно сказать гид-инструктор Алексей Афанасьев Доброе утро Здравствуйте Петр нас очень заинтересовал темой подземелья и мы хотим попасть на экскурсии с Ильей расскажите нам какие подземелья открыты для посещения и куда можно попасть на экскурсию ну наверное правильно будет продолжить так сказать рассказ Петра и объяснить сначала как подземелья могут стать открытыми для посещения вопрос посещения подземелья людьми он с одной стороны простой с другой сложный можно тоже задать такой вопрос вот безопасно ли ездить на велосипеде ну да такой действительно двоякий двоякий вопрос вопрос как ездить где ездить на каком велосипеде с каким количеством снаряжения и как себя при этом вести когда пещера открывается исследователями вот Петр остановился на том что составляет все карты потом происходит длительный этап ее исследования именно людьми специалистами профессионалами да потом она может перейти в разряд пещер которые посещают люди с спортивными целями есть такой вид спорта спелеология кстати у нас в этом году проходил чемпионат России в Самаре на горе верблюд спелеотехники это называется матч городов Урал на самом деле чемпионат России мы с Петром там тоже принимали участие в этом чемпионате судили и занимались гордимся так что у нас не только чемпионат мира по футболу проходил на чемпионат России по спелеологии и так вот после того как пещера начинает использоваться в спортивных целях то там появляется необходимая атрибутика необходимое оснащение ее для того чтобы она могла быть посещаема людьми уже широкого круга и вот дальше самое сложное именно сделать те группы людей которым может быть интересна подземная тематика сделать их посещение безопасным и интересным вот это уже моя работа как раз то есть найти какой-то безопасный маршрут да соответственно чтобы неподготовленные люди опробовали да да и строительство этого маршрута она базируется на знаниях которые я получил когда был специалистом как и Петр вот теперь я больше занимаюсь именно экскурсиями так куда же мы можем попасть я как обыватель дилетант здесь вот начались кадры это наша поездка в Башкирию пещеру мы посещали Октябрьскую это очень серьезная пещера для простого человека в одной колодице более 80 метров вниз это вот как картины которые были в сюжете Петра где люди по веревкам спускаются они там да вузенькая от 80 метров новички способны подобно вот я и рассказываю люди которые здесь находятся на фотографиях все они новички я их начал готовить за месяц и мы на наших самарских спелеодромах и после теоретических занятий после практических занятий после сдачи экзамена посетили пещеру и они были в восторге экзамены то есть можно получить какой-то ну да вполне диплом это был внутренний экзамен нашего мероприятия дипломом тоже мы им даже дали диплома от нашей организации но в общем это вполне реально для любых людей тут просто на самом деле важно понимать что мы если идем в пещеру мы посещаем объект который является потенциально опасным будь то это сокские штольни будь то это пещера в Башкирии или Кавказии ну в общем любые пещеры где спряжено с работой снаряжением человек должен обладать снаряжением каска и фонарь это тоже снаряжение должен обладать багажом знаний умений их нужно уметь до человека донести само собой а вот кстати если мы про это говорим какими действительно надо вот обладать навыками чтобы посещать такие экстремальные экскурсии техника безопасности как минимум техника безопасности она обширна в двух словах тут сказать невозможно вообще поход это маленькая жизнь вот ребята опять же стоят видите они на снегу стоят в соответствующем снаряжении допустим все это снаряжение хотя бы донести до места старта облачиться в него облачиться в него правильно при этом его не утратить по дороге это уже на самом деле не такая тривиальная задача как может показаться с первого взгляда и поэтому чтобы этим заниматься нужно чтобы кто-то этому научил самая красивая пещера самарской области вот на ваш взгляд или самая интересная которую вам приходилось посещать в нашей в которой мне приходилось посещать или в которую можно сейчас сходить и в которой можно сходить конечно же давайте две разных пещеры две разных пещеры так расскажите ну тогда это пещера братьев Греев она известна очень она очень популярна посещаема но там есть места которые не всегда доступны для туристов которые не подготовлены но мы вот с туристами ходим туда и посещаем очень интересные места в этой пещере так а самая красивая не самая красивая и самая интересная это тоже как здорово что это совпало еще наверное я хотел бы рассказать историю вот как у нас появился знакомый товарищ который гость города он находился в командировке у нас в городе Владимир он сам с Байкала и после похода он изменил отношение так сказать к своей профессиональной деятельности стал профессиональным инструктором тоже у себя на Байкале тоже людей водит в пещеры и вообще этот поход 15 года он оказал очень сильное влияние на людей тогда я понял что именно эта тема посещения ну еще в частности а на самом деле походной жизни она очень серьезно заставляет людей задуматься над собой что-то себе изменить вот Елена например яркий пример тоже это раньше было очень популярно но в какой-то момент вот мне кажется утратилась эта романтика эта романтика была утрачена в свое время и одна из моих миссий лично для себя это возможность восстановить что-то хорошее что было тогда но уже новых так сказать реалиях это очень хороший посыл спасибо вам большое за это тоже можно присоединиться да у нас есть группа вконтакте называется подземный мир самарской области там и я представлен и Петр можно через нее нас найти это я думаю можно в соцсетях нас найти и все заполучили подземный мир сама ребята и там вы найдете абсолютно всех вопрос вопрос есть ли какие-то мистические истории легенды связанные вот с нашими самарскими пещерами духи может быть встречались или все это всегда какой-то плод фантазии людей туристов обычно как сказать все очень любят такие истории и их собирают они интересны как сами по себе истории мне вот всегда было интересно как рождается миф сам по себе он какую-то основу умеет но если честно я материалист по душе и эти мифы я очень люблю коллекционирую собираю но чаще всего мы на экскурсиях занимаемся их разрушением потому что на самом деле реальность она всегда гораздо более интереснее живее чем любой миф где посмотреть на летучих мышей летучих мышей но в первую очередь музей летучих мышей открыли у нас музей летучих мышей там вам отлично расскажут про летучих мышей вы там были посещены я его посещал как выглядит подобная экскурсия и действительно ну вы съездите посмотрите в живую летучих мышей увидеть легко можно летом на чердаках они же не обязательно находятся но интереснее в пещере в пещере в естественной среде такой интересный факт можно вам сказать что у нас есть ширяевская группа штальней о которой уже упоминал Петр к ним относятся сокские штольни штольни горы верблюд и штольни в ширяев штольни бурлака и все вот эти вот штольни являются вместе самой большой зимовкой летучих мышей в восточной Европе они как перелетные птицы собираются в таких местах и собираются в кучке так и зимуют вот сейчас они пятихеронико уже туда подтягиваются но лучше их не тревожить зимний период потому что мышь она может проснуться и у нее не хватит энергии для того чтобы снова впасть в свой анабиоз и потом проснуться уже весной вот поэтому пожалуйста не тревожьте летучих мышей спасибо вам большое лучше всего сходите в музей вам там расскажут о них подробно это понятно а лучше всего записаться вместе с вами на экскурсию дорогие друзья поэтому если у вас такой же живой интерес к этой теме как у нас Саша не упустить свои возможности спасибо большое Алексей хорошего дня ну что ж а нам пора выбираться из подземелья на свет и отправляться вместе с Леной Шишкиной на выставку Виктор Новокрещенов почувствовал желание заняться живописью неожиданно уже довольно взрослым человеком в 25 лет он поступил и в 30 закончил один из самых престижных вузов Советского Союза Харьковскую Академию Художеств вернувшись в родной город он занял место в кругу ведущих живописцев города меня всегда поражало дама у него всегда как бы крупнее мужчина как бы поменьше я поняла что вот это мое название мамзелька она же и хозяйка земли хозяйка дома хозяйка этой провинции вот и отсюда она так упомнена и значительно вот сам факт что он вырос в счастливой магазетной семье и видите у них был огромный сад и он был в окружении цветов это тоже очень важно для художника для его восприятия и для восстановления его собственного мира Виктор Новокрещенов в своей уникальной манере эмоциональной и очень узнаваемой создал удивительный мир русской провинции населенный добрыми жизнерадостными персонажами шляющиеся веселые граждане и летающие порхающие граждане меня это удивило невероятно вот эти такие самодостаточные люди которые там либо сидят позицируют за кружкой пива потом вот этих композиций здесь уже нет на выставке но у него огромное количество скрипачей играющих на скрипке и поэтому да мне пришлось когда я писала вступительную статью каталог вычленять это все есть блок музыканта есть блок цветы но помимо цветов были дыни арбузы тыквы цветы он всегда писал как бы сказать с натуры потому что здесь уже говорили что был огромный сад и мама его увлекалась цветами и он просто выносил мольбер как бы сказать в сад палитру и писал Виктор Новокрещенов ушел из жизни 8 лет назад но благодаря стараниям его вдовы новая выставка работ художников галереи Вавилон больше чем наполовину состоит из работ незнакомых публики художник это что-то это был очень азартным человеком он очень трудоголик он вообще без живописи вообще не мог существовать я вам говорила что писал день за днем день и ночь он мог ночью писать картины свои и то есть скопилось очень большое количество картин поэтому а я как бы сказать как хранительница отбирала картины какие-то складировали какие-то картины хорошие чтобы они не уходили но вот сейчас они оказались очень востребованными а Новокрещенове говорят что он был и остается одним из самых ярких представителей самарского экспрессионизма он создал свой собственный мир для 20 века это очень важно понимаете можно быть блистательным ремесленником виртуозом ремесла можно сделать себе просто имя как бы ну как некоторые московские художники как некософор например а мне кажется самое ценное придумать свой собственный мир Елена Шишкина Алексей Гриднев Утрогуберния сегодня с вами исследовали подземелье отважные туристы Илья Русаков и Саша Байдач до встречи на канале Губерния пока-пока Саша вот посоветуй что мне лучше написать в пещере здесь был Илюша или смотрите Утрогуберния не портите пещеру прям так и написать прям так и сделать Благодарим фитнес-клуб Кинапвелнос за помощь в проведении съемок Субтитры сделал DimaTorzok